Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала! Вас приветствует Алена Ариес, я торолог и психолог. В первую очередь, конечно же, от всей души благодарю всех вас за прекрасные позитивные комментарии, которые вы оставляете под моими видео, за многочисленные лайки, за то, что подписываетесь на мой канал и смотрите мои расплаты. Мне очень и очень приятно. И сегодня, дорогие мои девочки, я очень хочу научить вас стать счастливыми. И первый вопрос, который мне хочется вам задать, хотите ли вы быть счастливыми? Тогда позвольте вам раскрыть один секрет. Существует простой способ мгновенного обретения счастья. Я расскажу вам о нем при условии, что вы пообещаете мне держать его в тайне. Договорились? Под секретом я имею в виду мгновенное изменение в вашей собственной жизни. Будьте счастливы сейчас! Открой еще один секрет. Чтобы немедленно обрести счастье, вам ничего не придется делать. Счастье – это чувство, которое не зависит ни от каких внешних обстоятельств. Станьте счастливым человеком прямо сейчас, в этот момент. И вы достигнете всего, чего пожелаете. Колесо фортуны или колесо судьбы в ваших руках. Не напрасно я здесь выложила карту из колоды Таро, именно колесо фортуны. Потому что действительно судьба целиком и полностью находится в ваших руках. Возьмите наконец-то на себя ответственность за вашу жизнь. И поймите, что все, что случается в вашей жизни, это все зависит только от вас. Вот все, что происходит в вашей жизни. Абсолютно. Это продукт, в первую очередь, вашего воспитания, ваших поступков, ваших мыслей, ваших убеждений, ваших установок. Именно для того, чтобы вам помочь менять свою жизнь, я создала сказки на ночь, которые есть на моем канале. Но сейчас, девочки, я поделюсь с вами самым главным секретом обретения счастья. Внешние обстоятельства – это отражение вашего внутреннего мира, ваших мыслей, ваших взглядов, убеждений, ну и так далее. Мир реальный, который вы видите, является зеркалом или отражением вашего внутреннего мира. Вы постоянно ставите условия. Вот куплю машину, буду счастлива или счастлив. Приобрету квартиру, буду счастлив или счастлива. Вот выйду замуж, тогда точно буду счастлива. Вот найду свою любовь, свою половинку, мужчину идеального и буду счастлива. Вот заработаю кучу денег и буду счастлива. То есть вы постоянно ставите себе условия. Поэтому и не можете достичь этого самого счастья. Кроме того, те, кто уже достигли, напишите в комментариях, вы можете подтвердить, что достижение того, к чему вы стремитесь, не приносит счастья. Вы ощущаете лишь маленький, короткий момент счастья. То есть конкретно в тот момент, в ту секунду, когда вы чего-то достигли. Какое-то короткое время и не понимаете, почему. Почему он вроде бы купил или купила квартиру, купила машину, встретила мужчину. А счастье, именно вот это всепоглощающее счастье, постоянное счастье, почему-то вас не посетило. Еще один момент, девочки, очень и очень важный. Дело в том, что от того, я во многих видео это говорю, от того, что вы переживаете из-за каких-то обстоятельств, испытываете негативные эмоции, переживаете ли вы, ревнуете, злитесь. Обстоятельства внешне не меняются. По крайней мере, в лучшую сторону однозначно. То есть от того, как вы будете относиться к той или иной ситуации, будете вы страдать или будете улыбаться. Ситуация в данный момент не разрешится. От этого легче, от того, что вы будете страдать из-за какой-то ситуации, из-за того, что не можете найти работу, или не можете заработать нужное количество денег, или не можете сейчас встретить свою половинку, от того, что вы будете страдать, ничего в лучшую сторону не изменится. Мало того, негативные эмоции, негативные чувства, естественно, привлекают в вашу жизнь именно негативные события и ситуации. Почему так всегда в жизни происходит, да? Что что-то одно случается, и за этим случаем идет череда других не очень приятных событий. Именно поэтому. Именно поэтому, девочки, потому что вы начинаете страдать и привлекаете в свою жизнь череду не очень приятных для вас событий и ситуаций. Но это ровно так же по колесу фортуны действует и наоборот. Притворитесь счастливой. Вспомните самый счастливый момент в вашей жизни. Если вот так сразу вспомнить не можете, поставьте сейчас видео на паузу. Подумайте и вспомните именно самый счастливый, самый яркий момент в вашей жизни. Не важно какой и откуда, да? Это может быть из детства, из юношества или может быть из взрослой уже жизни. Не важно, откуда будет этот момент счастья. Если вы не можете вспомнить, придумайте. Создайте вашу картинку счастья. Прорисуйте ее, представьте. Прорисуйте, я имею в виду, мысленно. Что в этой картинке? Я делаю в том, что делюсь с вами именно своим секретом счастья. Поэтому я для себя создала такую картинку. Море, солнце, песок. Я лежу на шезлонге, светит солнце под зонтом с бокалом коктейля в руке. Коктейль там с фруктами, со льдом и с трубочкой. Вот это была моя счастливая картинка. Моя картинка счастья. На которую я переключалась всегда, как только чувствовала, что мне не очень радостно или не очень весело. Да, это многогранная работа над собой. Но все-таки счастью, девочки, можно научиться. Так же, как вы научились какой-то профессии, приобрели, научились, не знаю, шить, вязать. Так же, как вы научились ходить когда-то в детстве. Точно так же можно научиться счастью. Итак, да, я действительно сказала, что ничего для этого делать не нужно. Представьте сейчас самый счастливый момент в вашей жизни или создайте свою картинку. Создали? Или вспомнили, да? Ощутите вот это счастье в душе. Ощутите, примерьте его на себя. Как приятно стало в душе, когда вы ощущаете это счастье. И поверьте мне, это счастливое чувство, которое сейчас вы ощущаете, можно ощущать всегда, независимо ни от каких обстоятельств. и как я вам и говорила, по колесу фортуны, именно вот это ощущение счастья в вашей душе, оно привлечет в вашу жизнь именно позитивное событие. Мало того, в вашей жизни начнут происходить чудеса. Вы будете получать то, о чем давно мечтали, причем даже мечтать не будете, да, вы же счастливы, и так вы не будете мечтать. Да, как я всегда говорю, надо ставить цель, планировать, да, идти обязательно к какой-то цели. Это естественно, но при этом еще важно и принять. Поэтому вот для начала, девочки, ощутите счастье. То есть я вам уже раскрыла секрет свой личный, свой собственный. секрет счастья. Ощутите счастье в душе. Держите это чувство. Испытывайте его постоянно. Ведь я вам уже сказала о том, что будете вы страдать, да, или испытывать счастье в душе. Ситуация не изменится. Но если вы будете испытывать счастье постепенно, ваша жизнь, все ситуации, они начнут меняться к лучшему. потому что вы будете проецировать в мир счастье, удовольствие, радость и соответственно будете привлекать такие же события в свою жизнь. Еще раз вам напомню из того, что я уже сказала, что внешний мир, реальный мир, является отражением вашего внутреннего мира. поэтому то, что вы испытываете, те мысли, которые текут у вас в голове, они проецируются в мир. А то, что вы в мир проецируете, тоже об этом я говорю во многих своих видео, то обратно и получаете, естественно. еще один момент принятие. Примите то, что у вас уже есть. Примите то, что имеете с благодарностью. Переоцените немножечко вашу жизнь. Оцените, у вас есть большинство руки, ноги, голова, уши, глаза. Вы живы. У многих из вас есть работа. У некоторых из вас есть дети. Перечислите или даже напишите, что хорошего есть в вашей жизни. Меня как-то очень поразило просто видео, кстати, в ютубе я смотрела видео, про мужчину, у которого нет рук и ног. сколько всего он смог добиться. Он не отчаялся в жизни. Он счастлив. Счастлив от того, что он живет. И очень часто замечаю, они все люди. Но люди, которые обделены природой, у которых нет какой-то части тела. Вы знаете, они настолько стремятся жить, они настолько любят, не все, но есть люди, которые много людей стремятся жить, настолько любят жизнь, что у них действительно все получается. Задайте вопрос в ютубе именно вот о таких людях. и посмотрите меня когда-то случайно я увидела это видео и меня это поразило до глубины души. Если человек без рук и без ног может добиться таких результатов, то я с руками, ногами, с головой могу добиться большего. И это действительно удивляет. Поэтому примите с благодарностью все то, что вы уже имеете. У кого-то есть квартира, у кого-то есть машина, у кого-то работа. Но самое главное, что у вас есть руки, ноги, голова и еще много всего. Перечислите все, все, что вы имеете. Поблагодарите Всевышнего, Вселенного, просто мир, природу за то, что вы имеете в жизни. поблагодарите себя за то, чего вы уже достигли в этой жизни. Ведь вы научились ходить, разговаривать, вы, скорее всего, учились в школе, получили какое-то образование. И это очень важно. следующий момент. Сейчас вы ощущаете счастье. Еще раз, если сползли с этого момента, еще раз ощутите, еще раз картинку, да, самое счастливое событие в вашей жизни и ощущаете счастье в душе. сейчас вы ощущаете счастье. Но вспомните, о чем вы говорите в коллективе, о чем вы говорите с подругами, о чем говорите, когда, ну, скажем, встречаете знакомых где-то в магазине, в супермаркете, на улице, скажем, да, если вы прогуливаетесь, также встречаете знакомых, о чем вы говорите. Что вы слышите от своих близких, то есть от своего окружения? Жалобы на работу, на мир, на погоду, не знаю, на что еще, на мужей, на детей, ну, то есть постоянные жалобы на жизнь. Постоянные жалобы, это, ну, там, жалобы на здоровье, да, это негативные эмоции, которые окружающие люди проецируют на вас. И некоторые девочки, ну, те, которые, может быть, еще не знают того, моего мировоззрения полного, да, ну, как бы, не все же постоянно смотрят мой канал, кто-то заходит случайно и потом пишут мне на вайбер или ватсап по поводу порчи, сглаза, вот она вам, не существует никакой порчи сглаза, но существует негативная энергия, которая проецируется на вас, вашим окружением, вот этими жалобами. потом девочки мне пишут, что вот у меня в жизни ничего не получается, наверное, кто-то что-то мне сделал, а на самом деле это лишь негативная энергия, которую проецирует на вас ваше окружение, возможно, и вы сами точно так же проецируете это в мир, соответственно, что проецируете, то и получаете, но то, что проецирует на вас, вы же это все равно принимаете, жалобы подруги или коллеги по работе, особенно, если это жалобы ваших близких людей, вы же им сочувствуете естественно, тем самым принимая на себя негативную энергию, поэтому для того, чтобы оставаться счастливой всегда, нужно менять окружение, нужно, чтобы ваши близкие и родные вам люди несли вам только позитив. Не всегда получается полностью поменять окружение, потому что есть же действительно близкие родные люди, но как вы их поменяете? Значит, нужно с ними договариваться. Я договаривалась, когда я работала над собой, девочки, я договаривалась, причем обрывала буквально на полусловия. и жестко выставляла свои границы, то есть с негативом в другое место. Ко мне, пожалуйста, только с улыбкой и позитивом. Хотите поддерживать со мной отношения, значит, только позитив. Еще один момент, девочки, тоже в эту же тему. уже, наверное, лет 20, как я не смотрю телевидение. Тоже по этой же самой причине. Потому что новости, ну и все остальные события, фильмы, в том числе, зачастую несут именно негативную энергию. А я хочу быть счастливой всегда. Дальше Держите, держите фокус, фокус счастья. Сползли, я чувствую, что вы сползли с этого состояния. Еще раз представили самый лучший момент вашей жизни, ощутили счастье в душе и держим, держим счастье. Следующий момент, девочки, улыбайтесь. Улыбайтесь всегда. Причем улыбаться можно по-разному. Я понимаю, что некоторые из вас скажут, что меня примут за ненормальную, если я буду всегда улыбаться. Но улыбаться можно по-разному. есть внутренняя улыбка, она называется улыбка Джаконды, когда губы не растянуты в улыбке, но при этом у вас внутри, вот еще раз ощутите, да, те, кто потерял вот это чувство или ощущение счастья, ощутите счастье в душе, ощутите его всей душой, полной грудью, вдохните, вдохните это счастье. И для этого не обязательно растягивать губы в улыбке. Улыбка внутри вас, глаза сияют. Вы слышите мой голос, да? Вы чувствуете, что я улыбаюсь, но при этом я не растягиваю губы в улыбке, хотя бы потому, что я сейчас говорю для вас. Но вы чувствуете счастье в моем голосе. чувствуете радость и улыбку в моем голосе. Поэтому улыбайтесь. Еще один момент, девочки, уже сейчас, на данный момент, отмечены случаи и доказаны учеными, что улыбка не только, как всегда говорили, прибавляет жизнь. Улыбка это самое главное исцеляющее средство. Это средство омоложения. Это средство для того, чтобы притягивать вам в жизнь самые лучшие позитивные события и ситуации. следующий момент. Перестаньте жить прошлым и будущим. примите то, что есть сейчас. Напишите в комментариях, что хорошего есть конкретно сейчас. Вот найдите, что хорошего есть конкретно сейчас в вашей жизни. И напишите, пожалуйста, в комментариях, что же хорошего именно сейчас есть в вашей жизни. Перечислите все. Чем больше, тем лучше все что есть хорошего поверьте если вы постараетесь то вы найдете много хороших моментов которые уже сейчас есть вашей жизни разверните колесо фортуны и будьте счастливы всегда сделайте свою жизнь шедевром а сделать вы это можете сами посредством ваших мыслей ваших ощущений и ваших эмоций стать станьте счастливыми прямо сейчас а еще девочки сейчас я вам расскажу притчу которая когда-то услышала я ее несколько лет назад и она просто изменила мою жизнь уверена что данная притча и вашу жизнь навсегда изменит и вы станете счастливой на всю оставшуюся жизнь и ваша жизнь после вот данного видео и после вот той притчи которую я вам расскажу сейчас будет делиться на то и после то есть вы действительно поймете чтобы самый счастливый человек на свете притча о счастье мне жизни не везло с самого момента моего зачатия так начал историю пожилой профессор когда в конец уже устал от наших постоянных причитаний а причитали мы группа бизнесменов предпринимателей правленцев приехавших в конце 90-х годов калифорнийский университет за новыми технологиями маркетинге и пиаре исключительно на тему конечно вам то хорошо тут говорить если бы у нас такие налоги законы учителя родители деньги возможности и так далее и тому подобное были и мы бы тогда и дальше следовала красивая история о том что мы бы тогда он один раз нам так невзначайно намекнул про то что отсутствие результата и есть ваш результат второй раз как-то ненавязчиво пояснил про то что если ты чего-то не имеешь или не делаешь то у тебя точно есть захватывающим или душераздирающая история о том почему так получилось третий раз уже более эмоционально прошелся потому что если бы до кого что мол ребята чего вы погрязли в прошлом и усолить и его подыскивая себе оправдание за неделами но до большей части группы все никак не доходило и тут он вышел из-за кафедры присел как табачком на первую парту и произнес эту самую раз мне в жизни не везло самого момента моего зачатия хотите расскажу свою печальную историю конечно же да закричали мы и приготовились его жалеть я тут привожу притчу в своем конечно изложение так как я ее услышала и запомнила детали могут быть не точны но они на самом деле сути не меняют суть его рассказа я тогда уловила очень четко не просто уловила а усвоила на всю жизнь мне в жизни не везло с самого момента моего зачатия говорил профессор мой отец покуривающий травку безработный перебивающийся случайными деньгами от погрузок до разгрузок исчез из моей жизни как только узнал что его несовершеннолетняя подружка девушка мулатка предпочитающая ночной образ жизни залетела его как ветром сдуло поэтому я без отцовщина мое невезение только начиналось юная мулатка хоть и выносила меня почти до срока но только заслышав мой первый крик тут же на родильном столе отказалась от меня так я слабая беззащитная кроха только что пришедшая в этот чужой незнакомый мир остался совсем один кричащий от безысходности во всю эту вселенную на руках у акушерки дальше больше мне фатально не везло меня не усыновили в младенчестве я был очень слабым болезненным ребенком к тому же в те годы рожденные от мулатки я вообще не имел шанса быть усыновленным поэтому из дома малютки я прямиком попал детский дом ну тут уж не везет так не везет это был детский дом для цветных детей каких нас там только не было я испытал сполна на себе все и как дерутся китайцы и как плюются мексиканцы и как больно щиплются черные не везло мне с учебой учителя долго не задерживались все время менялись да честно говоря и не по всем предметам они у нас в детском доме вообще были поэтому со школы у меня тоже как вы понимаете не задалось ну просто тотальное невезение он помолчал посидел в тишине глядя куда-то потом поднял глаза на нас мы конечно сочувственно ждали продолжение этой истории не понимая к чему он вообще все это начал ведь так славно спорили по маркетинговым задачкам всего полчаса назад я устал рассказывать вам это неожиданно сказал профессор это не моя история хотите я расскажу вам свою не моя пауза нам оставалось только покивать головами потому что мы вообще уже окончательно потерялись где тут чья история для чего он вообще все нам это рассказывает да еще и язык английский для многих не просто не просто было понять во всех тонкостях а моя история вот продолжал профессор я по жизни вообще очень везучий человек мне повезло прямо с самого момента моего зачатия когда мам мой непутевый папаша исчез из жизни моей не менее непутевой мамаши а заодно из моей жизни тоже раз и навсегда возможно он почувствовал что не сможет дать мне всего того что поможет мне выжить я благодарен ему за это его решение кто знает каким бы я вырос и чтобы вообще со мной стало если бы мое младенчество и детство прошло рядом с таким отцом возможно он интуитивно понял что этот слабый малыш никогда не сможет стать сильным рядом с ним и поэтому тихо ретировался и я благодарен ему за это а мне между тем продолжала вести все больше и больше юная младка отказалась от меня прямо на родильном столе и это уже была удача потому что если бы она забрала меня из дома я вообще не уверен что остался бы в живых и так у меня хоть и слабого недоношенного появился шанс шанс на жизнь и дала мне его на моя непутевая 17-летняя мать я благодарен ей за этот ее отказ и даже в мыслях не хочу представлять как и где бы я жил как и где бы прошло мое детство если бы она тогда не отказалась от меня этот ее отказ тоже придал мне силы ведь оглашая вселенную своим первым криком я уже понимал что надеяться мне в этой жизни не на кого я один а а это наверное все же какую-то концентрацию внутренней энергии вызывает согласитесь улыбнулся он дальше больше мне повезло что меня не усыновили в младенчестве иначе я болезненный ослабленный малыш получил бы возможно очень комфортные тепличные условия и заботу усыновивших меня людей но помогло ли бы мне это стать сильнее и увереннее в себе почему-то я думаю что нет именно жизнь в детском доме научила меня стойкости я научился у китайцев драться я перенял у черных их щипки да и плеваться я могу ого-го как это ли не везение но со школой это вообще отдельная песня учителей не хватало и несколько предметов бывало вел один человек старших классах мы как-то сдружились с учителем биологии который был для нас ходячий энциклопедией так восторженно он был увлечен своим предметом и вот везение он же преподавал у нас еще и математику что позволяло нам встречаться на уроках каждый день мы много общались конечно у меня были только отличные оценки по его предметам и когда встал вопрос выбора колледжа я не раздумывая пошел туда где нужна была математика и биология потом был университет потом научная работа семья дети внуки правнуки я рад тому что родился под счастливой звездой и благодарен судьбе за везение он продолжал с улыбкой сидеть на краешке парты а мы переваривали все только что услышанное вот вам девочки две истории два взгляда на одну и ту же жизнь сказал профессор вставая с партой и поднимая перед собой две открытые ладони как чаши весов вам какая больше по душе часто слову приходится эта история и часто я всем и и рассказываю особенно когда слышу оправдательные отмазки если бы я вот если бы мне или еще круче вот если бы мы вот если бы нам а на самом деле вы и так имеете все для того чтобы быть счастливыми здесь и сейчас девочки вы же не черновик пишите вы же живете на белом жизнь 1 будьте счастливы здесь и сейчас после этой притчи переоцените свою жизнь и поймите что вы самый счастливый человек на свете на этом девочки дорогие мои девочки самые счастливые мои девочки желаю этого самого вам бесконечного счастья с вами была алена арис до скорых встреч новых видео пока пока